Приветствую вас на канале Риолис, меня зовут Дарья и сегодня мы с вами продолжаем наши видео уроки по идеальной изнанке. И сегодня мы с вами постараемся разобрать все основные элементы, которые встречаются при вышивке данной техникой, такие как, например, вертикальные горизонтальные ряды, диагонали одинарные и двойные и переходы между ними. Итак, начнем! Для начала хочу с вами разобрать переходы между горизонтальными рядами с увеличением и уменьшением количества крестиков на примере вот такого элемента, как эта елочка. Первое, что вам необходимо запомнить при вышивке симметричных элементов, это то, что лучше всего начать вышивку с середины этого элемента, особенно в тех случаях, когда середина это самый длинный ряд крестиков. Если элемент не симметричен, то начинайте с самого длинного ряда. Мы с вами в конкретном случае будем двигаться сначала полукрестами сверху вниз, закрывая по ходу те крестики, которые не имеют под собой ничего, то есть под ними по схеме пустая канва, так как нам необходимо сохранить главный принцип, это вертикальные стежки наизнанке. Так как мы встречаем по движению по схеме пустые клеточки в рядах, я делю рисунок симметрично перпендикулярно пополам и вышью сначала правую нижнюю часть елки. Затем, соблюдая все вышесказанное, начинаю двигаться по схеме снизу вверх, возвращаясь к невышитым сверху полукрестикам. Далее мы продолжаем вышивать елку от ее середины снизу вверх. Те полукрестики, которые не имеют рядом с собой соседних крестов, закрываем сразу. Когда мы встречаем симметричное уменьшение количества крестиков, мы также пользуемся правилом закрыть сразу полукресты, не имеющие рядом соседних крестиков с одной стороны ряда, в данном случае не имеющие их сверху. Наша елка вышита, изнанка получается вот такой. Если вы где-то ошиблись, то всегда можно закрепить нить и вышить недостающие крестики, вновь закрепив ее в нужном вам месте. Теперь рассмотрим принцип вышивки вертикальных столбиков. Тут неважно откуда вы начинаете, снизу или сверху, просто вышиваете сначала нижние полукрестики, соблюдая главный принцип, а затем возвращаетесь по схеме и закрываете их. Тут допустимы протяжки в пределах двух-трех крестиков, но строго вертикальные. Так что если вам по схеме удобнее двигаться, закрывая каждый крестик сразу, то можете спокойно это делать, но соблюдая главный принцип. То есть каждый последующий крестик у вас будет начинаться с одного и того же угла клетки. А сейчас давайте рассмотрим диагональ с пробелами между крестиками. Начинаем вышивать по принципу, который мы рассматривали в прошлом ролике. Вышив один диагональный ряд, переходим к следующему. Вышиваем полукрестики, пока рисунок нам позволяет делать вертикальные стежки с изнанки. Далее рассмотрим двойную диагональ. Если диагональ идет влево-вверх, вышиваем по два полукрестика в ряду, сразу закрывая каждый левый полукрестик, соблюдая главный принцип. То есть в данном конкретном случае поочередно вышивается то нижний полукрестик, то верхний. Соответственно верхний полукрестик потом закрывается путем подлезания иглы под него. Вышиваем таким образом всю диагональ до конца, потом возвращаемся назад, закрывая оставшиеся полукрестики. Двойная, троная и так далее диагонали вышиваются по такому же принципу. Изнанка получается вот такой. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели основные, чаще всего встречающиеся элементы при вышивке идеальной изнанкой. Если вы научитесь использовать их, а главное чередовать при вышивке уже больших элементов, то вы сможете вышить идеальной изнанкой схему практически любой сложности. Например, у такой новинки уриолис, как панель с пуансетти, использование и применение принципов идеальной изнанки было бы очень актуально. Ну а самое, наверное, важное это не бояться и попробовать. И конечно же помнить самый главный принцип вышивки идеальной изнанки, это вертикальные стежки сзади вашей работы. И когда вы начнете уже вышивать, вы чисто интуитивно будете понимать, куда в каком именно месте вам в следующий раз проколоть иголкой канву. Ну а сегодня это все, и я надеюсь, что мастер-класс вам понравился и был понятен. До встречи в наших новых видео уроках, и спасибо, что остаетесь с нами, ваш Риолис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова